Утро на телеканале Россия продолжает вести Чувашия в студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте! На календаре понедельник 4 октября. Сегодня международный день врача. Если в древние времена целители лечили травяными микстурами, то в арсенале у современных медиков огромное количество всевозможных препаратов и медицинских устройств. Каждый день доктора борются за здоровье своих пациентов. Так, только за прошлую неделю бригада скорой помощи помогли более 8600 пациентам, сообщили в Республиканском центре медицины катастроф. Почти 2000 пациентов обратились к медикам с симптомами вирусной пневмонии. В региональном Минздраве отмечают, заболевающих становится больше не только в Чувашии, но и в стране и мире. И напоминают, не стоит заниматься самолечением или же дожидаться критической отметки на градуснике. При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу. Кстати, Центр управления регионом обнародовал топ волнующих жителей тем, как выяснилось, многие жители Республики негодуют в соцсетях, что скорая слишком долго добирается до пациентов. В ЦУРе объяснили, почему так происходит. Скорая делится на саму скорую помощь, если вы обращаете скорую помощь, и неотложную. Сама скорая помощь приезжает в случае, если у человека там инфаркты, инсульты, аварии попали, то есть прям сразу направляют туда бригаду. Неотложная помощь, это когда вот как раз-таки то самое поднятие температуры, то есть ее, получается, вызов отодвигают и ждут очереди. И вот, да, сейчас люди жаловались, что подолгу приходилось ждать. Вот, но мы разъясняли, старались разъяснять, что лучше вызвать терапевта. Каждое здание и арт-объект имеют свою историю и своего создателя. Сегодня во Всемирный день архитектуры есть отличный повод прогуляться, например, по достопримечательностям. Однако не все способны ценить то, что нас окружает. К примеру, маленький принц на Чебоксарском Арбате вновь остался без розы. Так, в прошлую пятницу около четырех часов утра злоумышленник в прямом смысле вырвал у героя доброй сказки заветный цветок. Похититель розы в черно-белой куртке попал под прицел камеры видеонаблюдения. Об этой истории мы расскажем в наших ближайших эфирах, так что не пропустите. В Екатеринбурге прошел форум наследия народов Урала Эдкер. Его организаторами выступили Чувашский культурный центр Свердловской области и Уральский союз туриндустрии. Турфорум собрал представителей малых народов Урала, где можно было познакомиться с локальными брендами и поучаствовать в различных мастер-классах. Организаторы говорят, форум это своеобразная демоверсия будущего путешествия. Чтобы гостям действительно захотелось отправиться в тот или иной регион, участникам фестиваля необходимо подогреть к территории интерес. Чувашские кулинары завлекали национальной кухней, постарались удивить гостей форума и рукодельницы. Они презентовали национальные костюмы и охотно раскрывали секреты создания нарядов. Раскрыть себя в творчестве. В республике стартовал межрегиональный конкурс пьес на чувашском языке. Соревнования драматургов проводятся раз в три года. Представить на конкурс можно пьесы любого жанра. Главное, чтобы они были оригинальными. Требования для участников тоже достаточно жесткие. Жюри не будет рассматривать инсценировки, переводы, адаптации и произведения, написанные более пяти лет назад. Литературное состязание проводится в двух номинациях. Лучшая пьеса для взрослых и лучшая пьеса для детей. Помимо денежного вознаграждения в 100 тысяч рублей, авторы-победители смогут в будущем увидеть свои детища на сцене. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Далее в эфире прогноз погоды. Оставайтесь на телеканале Россия.